Давай лапку, мой друг. Давай, мой друг, лапку. У тебя Аделька, Аделька. Аделька, радость моя. Да, я тоже тебя люблю. Жорик, молодец. Знакомьтесь, Жорик, Аделька и Зевс. Байкальские нерпы. Беззаботно плещутся в прохладной, комфортной для них воде. А могли бы сейчас, только не пугаетесь, быть чьими-то шапками. Браконьеры берут в основном их детенышами. Дети у них белого цвета, бельки их называют. Из них делают хорошие шапки. Они стараются их поймать. И получается, вот эти особи, скорее всего, были пойманы по прошествии полугода после рождения, когда они уже начали менять цвет. Им уже, может быть, там было невыгодно, они их просто тупо держали. И тут появились мы, наша бригада, которая в неравной битве победила этих всех браконьеров. На нашей стране был законный численный перевес. И мы их просто забрали. Идем сюда, мои радости. И поэтому мы занимаемся ими. Чтобы полюбоваться этими забавными и красивыми животными, раньше барнаульцам приходилось ездить в Новосибирск или Иркутск. Или ждать, когда передвижной нерпенарий приедет на гастроли. Организаторы говорят, в один из таких визитов и появилась идея сделать свой. Просто однажды, примерно лет пять назад, к нам в парк приехал передвижной нерпенарий. Как бы было весело, мы вспомнили просто про это. И решили, появилась возможность, появилось помещение. И мы решили организовать стационарный нерпенарий, так как в городе у нас такого нет. Специалисты поясняют, гастролирующие нерпенарии – это скорее про бизнес. Если животные живут на одном месте, они чувствуют себя комфортно и даже могут творчески развиваться. Эти нерпы, которые получили теперь барнаульскую прописку, они не только, оказывается, артисты, но еще и художники. Вот это полотно написал, кто бы мог подумать. Зевс, он там или там, сложно сказать. Вот такое, да, искусство. Ну, это, так сказать, черновик, а мастер-классы по нерпячей живописи барнаульцы смогут увидеть на представлениях, которые обещают начать уже завтра. Правда, организаторы напоминают о правилах безопасности. Ни в коем случае нельзя кормить животных, нерпам дают только рыбу и только проверенную. А еще, как не хочется потрогать это очаровательное создание, делать этого нельзя. Потому что байкальские нерпы, конечно, милые, но все-таки еще и хищники. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком.